А теперь, пожалуй, одна из самых экстремальных зимних трасс, в которой, как нигде, познается, кто настоящий верный друг. Участники международной гонки на собачьих упряжках «Волга-квест» стартовали в минувшие выходные из Тольятти. Каюрам и их четвероногим партнерам предстоит преодолеть 520 километров по снегу и льду. Как готовились к марафону и что считают залогом успеха, узнал Дмитрий Лобанов. Штучный продукт. Так организаторы говорят о каюрах, погонщиках собачьих упряжек. Восемь гонщиков и их псы должны преодолеть 520 километров трассы. Для Дмитрия Смирнова, как и для других участников, любовь к таким гонкам началась с малого. Все началось достаточно просто. Захотелось собаку с голубыми глазами. Увидели все в интернете, купили с семьей, занимались выставками, а потом стало скучно. Решили привезти ее, запрячь. И что-то стало. На одной собаке стало медленно. Купили еще одну. Потом как-то оно поехало. И теперь 30 штук. Старт гонки у пристани на Волжском льду. Здесь гонщики готовят свои собачьи силы к рывку в белую мглу. Своё нетерпение четвероногие спортсмены и не пытаются скрыть. Говоря об этих собаках, нужно понимать, что для них как раз таки внешность является обманчивой. За милыми мордашками скрываются атлеты-марафонцы, способные пробежать со сутки до 100 километров дистанции через снег и мороз. Свои силы люди и животные проверяют на двух дистанциях. Этапная, короткая, 100 километров по Самарской Луке и Жигулевским горам. И длинная, более сложная. Главная особенность трассы – это ее разнообразие. Ровные поверхности чередуются с многочисленными подъемами и спусками. И погода в этом году обрадовала крепкими морозами. Это сложная трасса, очень сложная трасса. Особенно Самарская Лука. В этом году будет до Ульяновска линейная часть гонки. То есть тут прогулки не будет. По сравнению с остальными гонками, я считаю, что в России, ну так скажем, не считая, допустим, Беренги на Камчатке, вот в нашей европейской части – это самая серьезная гонка. Фестиваль «Волга-квест» проводится с 2013 года. За это время он успел стать визитной карточкой для Тольятти. В первую очередь это лицо нашего города. Я все время говорю, что мы сюда привезли собак и сделали гонку именно для того, чтобы наш город начали узнавать во всем мире и во всей стране именно с точки зрения его природных ресурсов, его людей уникальных вообще, немножко не туристических по складу, но тем не менее. Маршрут гонки проходит через Самарскую, Ульяновские области и завершится в Республике Татарстан. Сейчас на третий день гонки лидирует Арсений Тюрюмин из Иркутской области. Следом за ним идет Чех Жиндра Зеленко. Впереди несколько сложных этапов, поэтому фаворит гонки может смениться еще не раз. Дмитрий Лобанов, Андрей Костомаха, новости губернии Тольятти.